Символом карьеры Эдит Пиаф в этом спектакле стала лестница. Актриса Ирина Джапакова собирает конструкцию перед зрителями, чтобы они увидели, как складывалась жизнь прославленной певицы, в которой было место и взлетом, и падением. Простые декорации, черный скотч и черная стремянка противопоставляются яркой жизни великой француженки. Актеров тоже минимум. Всего один. Она же играет несколько ролей. Там же не только Пиаф и ситуации вокруг Пиаф. Она все это играет. Надо сказать, что помимо трагического дара, который очевиден в актрисе, там, я бы сказал, трагикомические. То есть там очень много смешных и нелепых положений, в которые попадала Пиаф. Зал смеется, узнает себя. Как когда в детстве это Пиаф, когда она в каких-то смешных, нелепых, сюрреалистических ситуациях. Ирине Джапаковой спектакль «Это я, Эдит Пиаф» по хорошей театральной традиции подарили ко дню рождения в прошлом году. Постановка оказалась популярной. Собирала зрительские аншлаги на гастролях. Например, в конце мая монопостановка представляла Россию на фестивале в Албании, где взяла гран-при. По словам режиссера, балканцы горячо приветствовали пьесу. Каждую песню в исполнении Ирины встречали аплодисментами. И организаторы попросили актрису сыграть спектакль еще раз на бис. Причем игралось действие на русском языке. В Череповецком камерном театре были распроданы все билеты. Пришлось выставлять дополнительные стулья. Эдит Пиаф – это символ Франции, символ выражения своей души полностью, которая отдается в песне. Не то, что сейчас, как идет шоу, а именно она жила этой песней на сцене. Прекрасная, значит, певица и в то же время актриса прекрасная. Ну и, конечно, это напоминает Францию. Великая певица, отличный голос, интересная судьба, трагическая во многом. Очень хочется посмотреть и послушать песню в исполнении. На стене позади Ирины указана Пиаф «Воробышек». И актриса, подобно этой маленькой птичке, весь спектакль Юрка перемещается по сцене от микрофона к лестнице и обратно. Резкие движения сменяются плавными, чтобы показать жизнь великой певицы. Детство в публичном доме, первый успех, потеря любимых людей, подвиг во время войны, наркозависимость, мировое признание. Чехарда событий захватила певицу. И Дит Пиаф гордо переносила все испытания судьбы, отвечая всем злопыхателям самой известной своей песней. Я ни о чем не жалею, ни о плохом, ни о хорошем. Из твоих воспоминаний я зажду большой костер, и новый день начну с тобой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok объединяет сильный характер. Екатерина Машковская, Александр Шагичев, Сергей Павлов. Новости.